Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашии продолжает программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. 12 ноября 1841 года император России Николай I учредил сберегательные кассы. Именно этот день и ознаменовал возникновение старейшего банка России – Сбербанка. Сегодня Сбербанк России – крупнейший финансовый институт в республике. По данным Национального банка, его услугами пользуются от 40 до 60% жителей Чувашии. В нашей студии сегодня Константин Киргизов, исполняющий обязанности управляющего Чувашским отделением ООО «Сбербанк России». Здравствуйте! С праздником, Константин Владимирович! Добрый день, Галина! Добрый день, уважаемые телезрители! Расскажите, обычно к концу года, а тем более ко дню рождения, пытаются подвести какие-то итоги, какие-то промежуточные, может быть, итоги. С каким итогом вы подошли к своему дню рождения? Ну, если говорить про день рождения, то, наверное, нельзя уходить сразу в цифры, а небольшая предыстория. Этот год вообще уникален с точки зрения памятных дат, которые празднует Сбербанк на территории Чувашской республики. Летом мы отпраздновали 127-летие со дня основания первой сберегательной кассы на территории Чувашской республики. Сегодня мы отпраздновали 172-летие уже со дня основания сберегательного банка. С точки зрения цифр, вы уже по долям, в принципе, их озвучили. Как говорится, положение обязывает поддерживать тот уровень, который у нас есть, и думать о развитии. Ну, так, если для примера общий наш кредитный портфель превышает 51 миллиард рублей, объем привлеченных средств приближается к этой же цифре. То есть, на самом деле, мы достаточно уверенно чувствуем себя на рынке, но с точки зрения окончания года есть где подтянуться. У нас стоят достаточно амбициозные задачи, как по приросту кредитного портфеля, по физлицам, по юрлицам, так и по объему привлеченных средств. На год, на окончание года мы для себя ставим задачу по увеличению общего кредитного портфеля до 55 миллиардов рублей. А вы можете поделиться и рассказать об инвестиционных проектах, которые были реализованы Сбербанком на территории Чувашии? Наиболее крупные проекты – это Траковская керамика, которую мы реализовали с нашим партнером, точнее, профинансировали нашего партнера. Это закрытое акционерное общество ТУЗ. Ну, и, безусловно, один из немногих проектов в области переработки – это новый молочный завод «Ядрин молоко» в городе Ядрин, который мы также в этом году успешно завершили, завершили инвестиционную фазу. Заводы на сегодняшний день работают. То есть вы вкладываетесь и поддерживаете такие предприятия. Вот многие говорят, что сельскохозяйственная отрасль, она такая, ну, опасная. Вкладывать деньги и выдавать кредиты – опасно. То есть это, как вы на это смотрите? Вы даете кредиты без каких-то опасений или вы себя все-таки перестраховываете так, что вам не страшно? Ну, вы знаете, выдача любого кредита, она связана с риском. Но не зря есть народная мудрость с точки зрения того, что берешь деньги-то чужие и отдаешь свои. Да, для нас это в любом случае свои деньги, потому что мы их не разделяем со средствами, накопленными банком, либо привлеченными у тех же жителей республики, либо в целом страны. Здесь это плод достаточно долгой проработки, проработки непосредственно клиентами вопросов кредитования, потому что они шли к этому не один год. И потом это плод совместной проработки на протяжении года-двух, наверное. Тогда, когда мы там совместно смотрели по технологиям, совместно смотрели потенциальные риски, и только после этого принимались решения по таким большим проектам. Что касается ипотечного кредитования, если вкратце остановиться на этом вопросе, что вы можете сказать? Люди охотно берут ипотечные кредиты? Как вообще в нашей республике и в Чебоксарах обстоят дела? В этом году мы отпилотировали совместно с администрацией муниципальных районов и городов программы. Были заключены соглашения по ипотечному кредитованию, где мы наиболее перспективным предприятиям, значимым давали, скажем так, индивидуальные ставки по ипотеке. И это направление показало в том числе, что мы должны развивать еще дальше совместные программы. Я думаю, в следующем году мы их продолжим однозначно. То есть можно ли утверждать, что у вас индивидуальный подход не только к предприятиям, к организациям крупным, но и к каждому человеку, который обращается непосредственно в Сбербанк, будь то ипотечный кредит или потребительский кредит, у каждого ставка, получается, складывается из своих показателей. Она абсолютно дифференцирована, да, то есть на нее влияет очень много факторов. Первый фактор, наверное, это репутация, в том числе кредитная история, которая была в банке. Второе, это степень взаимоотношения с банком является там постоянным вкладчиком, является ли участником зарплатного проекта. Также влияет на размер ипотечной ставки, объем собственного участия. То есть очень часто же людям хватает буквально немного на то, чтобы купить квартиру. И когда объем вложений составляет уже там до 50-70%, безусловно, в этом случае ставка будет значительно меньше. И офисы изменились, и специалистов стало гораздо больше. То есть Сбербанк изменился прямо вот буквально на глазах за последние годы. И не только в самом, внутри в офисе, да, стало как-то по-другому, и атмосфера изменилась. Даже сотрудники ваши как-то по-другому стали клиентам. Это видимость или это кажется, или просто действительно поменяли тактику? Спасибо за похвалу, но она, наверное, где-то преждевременная, потому что мы еще в пути. Программа переформатирования, переформатирование не только внешнего, но и внутреннего содержания, она в процессе. Вообще все офисы, если говорить про внешнее и внутреннее, сама программа закончится к 2018 году. По сегодняшним планам. Города, но Чебоксар... То есть такая продолжительная до 2018? Да, города Чебоксары, но Чебоксар стоят по планам до 2017. До 2018 года мы должны закрыть всю республику. То есть это действительно внешнее изменение, изменение внутреннего пространства. А с точки зрения показное ли это, я вас уверяю, что это не показное. Не знаю, может быть для кого-то это секрет, но у банка, наряду с каким-то внутренними инструкциями, наряду с набором типового поведения, есть еще одна из ключевых задач, это развитие наших сотрудников. И была благодаря нашему президенту Герману Оскаревичу Грефу, несколько лет назад запущен проект по созданию библиотеки Сбербанка. То есть тогда, когда на русский язык переводятся лучшие мировые авторы, и эти книги прежде всего используются нашими сотрудниками для того, чтобы поднимать свой образовательный уровень. Ведь не всегда достаточно получить образование, не всегда достаточно сходить на курсы, надо очень многие вещи по прошествии времени пропускать через себя. В этой библиотеке Сбербанка одна из первых книг была «Жалоба как подарок». И для нас на сегодняшний день отношение к клиенту – это первоочередное по определению. О проекте «Школьное питание» будет ли Сбербанк России, именно в Чувашской республике, на территории нашего региона, осуществлять этот проект? Потому что проект интересный, внедряется, и родители заинтересованы, школьников. Спасибо за вопрос. Проект, безусловно, для нас важен, отчасти он даже где-то приоритетен. Мы можем уже похвалиться об одном успешно реализованном подпроекте, скажем так, на базе Куейского лицея. Почему на одном? Потому что это достаточно сложный вопрос с точки зрения подготовки оборудования, подготовки технологий. Мы шли к этому проекту порядка трех лет для того, чтобы запустить его сейчас. Наряду сейчас с Кугесем у нас достаточно высокой проработки две школы города Чепоксары. Мы входим в Ядрин, в Шумерлю, в Канаж, в Батрево. То есть мы не останавливаемся на одном городе Чепоксары. Проект интересен тем, что он не привязывает, по сути, родителей, прежде всего, к какому-то банку. По опыту Кугесем, только за один месяц посещаемость столовой увеличилась до 95%. Я считаю, что с точки зрения здоровья нации и побуждения родителей, чтобы их дети были всегда накормлены, это лучший, наверное, проект из того, что пока могло бы быть. Спасибо большое. Мы вас еще раз поздравляем с днем рождения. Желаем вам процветания. Приходите к нам еще. Спасибо. Ждем в наших офисах. До свидания. А я прощаюсь с вами. Это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова